Зимние каникулы. У алмазовских сирот настроение новогоднее. В последние дни декабря они мечтают о подарке. О своих желаниях ребята написали Деду Морозу. Первый я заказал себе радиопроводную модель для дрифта. Еще ферраль и конструктор. Второй я заказал себе одежду. Откуда такая смелость у тебя появилась? Ну, я потому что помогал воспитателю. Уборки делал. Мечты под Новый год сбываются. Во всяком случае, должны сбываться. Уверены участники акции «Стай Дедом Морозом», о старте которой объявил губернатор Андрей Воробьев. Инициативу поддержал глава городского округа Сергей Горелов. Знаком с воспитанниками учреждения «Доверие». Вернулся в Алмазово снова, но уже не один. Так как Дед Мороз один, а детей очень много на планете Земля, то у Деда Мороза есть помощники. Вот сегодня они здесь. Это депутаты городского совета. Они приехали от имени и еще многих депутатов, которые просто здесь не уместились бы за этим столом и были сюда делегированы. Они по вашим пожеланиям от Деда Мороза доставляют вам подарки, которые вы заказали. Исполнить детские желания вместе с главой решили депутаты во главе с председателем Еленой Мокринской и депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. Стань Дедом Морозом. Вот и депутаты городского округа Щелково и Московской областной думы стали Дедами Морозами для 28 ребят детского дома в Алмазово. Здесь среди подарков очень много игрушек, украшений, даже есть обувь. Об этом мечтали дети и просили у Деда Мороза. Сюда они придут, в эту комнату, в ночь на 1 января. Новый год еще не наступил, но дети уже предвкушают праздник. За чаем они рассказали гостям о своих увлечениях и планах. У меня очень много медалей, 32, и дипломов, и грамот у меня очень много. Это он лучше всех любил в французе, да? Ну да. А что попросил Деда Мороза? Деда Мороза, футбольная форма Ювентус с именем Роналду. Первый я заказал колонку JBL, год-два. Второй телефон, алкотелька. Я заказал четыре подарка. На первую копт, второй дрон, на будет управление дрон. Я потом вам покажу. И это, как-то уночная такая лупа. Ты веришь в Деда Мороза, да? Да, верю. Когда я сейчас был дома, он мне всегда подарки приносил. Детский дом у нас особенный. Здесь живут дети с ограниченными возможностями здоровья. На сегодня у нас в детском доме 29 было по спискам. Один ребенок буквально в период акции ушел в приемную семью. 28 детей. Значит, 27 мальчиков и одна девочка. Новогодние каникулы ребята проведут в атмосфере творчества и спорта в лагере 28 панфиловцев. Те, кто постарше, в военно-патриотическом лагере в Эмпелталдом. Пока воспитанники отдыхают, в интернате им продолжают подбирать замещающую семью. Ведь это их самое главное желание. И не только в Новый год. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.